Стена рухнула в подъезде аварийного жилого дома в Черемушках. Кирпичная перегородка между этажами упала посреди дня. После этого люди боятся жить в собственных квартирах. Они говорят, что это происшествие – предпосылка к тому, что может произойти большая беда. Тему продолжит Евгений Назарчук. Здесь сначала дыра такая была, а потом уже оно разрушилось. Наталья показывает рухнувшую стену в подъезде своего дома. Бетонная перегородка упала из-за своей старости. И, к счастью, в этот момент никто не проходил рядом. После случившегося Наталья боится жить в собственной квартире. Мы иногда бывает спим, слышим какие-то трески дома. Даже очень страшно бывает так спим. Начнет лестница рушиться, там начнется второй этаж рушиться. И все же на нас, на первый этаж полезет все. Бить тревогу жители дома начали уже давно. Огромная щель между лестницей и стеной появилась в доме на Учумской еще в начале февраля. Вот кадры еще до момента обрушения. С каждым днем щель увеличивалась, но ни управляющая компания, ни районная администрация ничего не делали. Единственное, только после случившегося обвязали дверь и лестницу красно-белой ленточкой. Дети могут проходить, оно обвалится вниз. Либо также дети, они же не понимают, они могут туда как-то зайти, либо что-то, ну что это вот. Они этого могут не заметить и просто туда пойти, прыгнуть, блин. Трещины в доме сквозные, через них квартиры задувает ветер. Из-за этого на стенах в комнатах жильцов появился грибок и плесень. По словам людей, никто не спешит решать их проблемы. Они сами латают трещины, но с каждым днем их становится все больше и больше. Мы с соседом пенили, пена разошлась, он замазал. Я просто не залез туда, не смог замазать. Но все равно она вот отходит, отходит, и наверху уже пошла. Вот не было наверху. Наверху это самое не было. Вот сейчас уже сверху, вот видите, с крыши пошло. При этом дом подключен к газоснабжению. Если очередная стена упадет на трубу, может произойти ужасное. Это строение уже признали аварийным и подлежащим к расселению. Но в департаменте градостроительства говорят, что это может затянуться на 10-15 лет. В ближайшие программы по расселению собственники квартир не попали. Сейчас делается все, чтобы сам дом не сложился. Ситуация в этом доме буквально в конце прошлой недели рассматривалась на комиссии по ЧАЭС. Соответственно, она признана угрозой возникновения ЧАЭС локального характера. И за счет резервного фонда сейчас там будут выполнены контраварийные работы. Для этого сначала нужно будет организовать обследование дома проектной организации, для того, чтобы они сказали, какие работы необходимо выполнить для укрепления конструкций. Ну и после этого работы будут проведены. Укрепляй или не укрепляй стены, прочность дома уже не вернуть. Выходов из ситуации у жильцов не так уж и много. Тут либо переезжать в общежитие маневренного фонда, либо и дальше жить в доме, рискуя собой, что и выбрали люди. Менять свои квадраты, пускай и аварийные, на малокомфортное жилье никто не хочет.